Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня продолжаем с вами тему лекарственных растений. И перед вами вот такое красивое растение, которое называется дубровник. Это кустарник, такой полу-кустарник. Полу-кустарник, который растет длином метра, но в зависимости от сорта. Вот он таким вот образом выглядит. Вблизи, когда цветет. А вот такой красивый-красивающий кустарник. Вот такой красивый. Итак, по порядку с вами разберем химический состав. И в конце дам несколько рецептов этого дубровника. Настойки и так далее. Значит, ботаническая сейчас, где произрастает и так далее, история его. Значит, растение можно встретить на Кавказе, Армении, Туркестане, Украине, Молдове, центральной части Европы, Малайзии и даже Африки. То есть сразу хочу сказать, сортов бывает много, если вы его видите в дикой природе. Я хочу, почему говорю в дикой природе. И сейчас его сажают как кустарник, он очень красивый, то есть в полисадниках выглядит очень красиво. И польза, и приятный аромат и так далее. И радует глаз. Значит, если вы встретите, они бывают разные. Вот сейчас перед вами вот цвет фиолетовый. То есть они бывают лиловые, бывают белые. Ну, в общем, разных-разных оттенков. Поэтому все это будет называться Дубровник. И могут быть еще вот такие вот зубчики от цветочка. Могут быть разные, но это тоже будет Дубровник. Эта трава богата эфирными маслами, обладающими бактерицидными действиями, антисептическими, противовоспалительными свойствами. Во времена военных действий этот Дубровник просто спасал людей военно-во время вот в полевых сражениях. Он им очень-очень помогал. Вот это вот растение. То есть люди прикладывали, и заживление ран происходило. Далее. Значит, еще полезные вещества выявлены в этом растении, как стигмастерин, бета-хитостерин, алкалоиды, холин, друзья. Вот в этом растении находится холин. Я еще раз повторяю, что не во всех растениях находится холин. И витамин С. Еще ценится Дубровник за его наличие таких дубильных веществ, флавоноидов. И вот таких кислот, которые тоже не во всех растениях есть, называются фенолокарбоновые кислоты. А в семенах Дубровника, то есть и бывают и семена, вот в семенах Дубровника обнаружены такие жирные масла. Значит, настои и отвары из листьев цитков применяются в народной медицине, как вяжущее средство. Полезными являются противолихорадочные кровоостанавливающие свойства Дубровника. Используется в качестве пряности при приготовлении салата. Да, оно хорошо используется в качестве кулинарных надобностей, и обогащает вкус этого блюда. Такой аромат. И еще это растение применяется в парфюмерии. Вот такое применение этого Дубровника. Очень такое. Далее. В медицинской части, значит, виден настои Дубровника обыкновенно применяется, как мочегонное средство, выводит с мочой токсины, друзья, при ревматизме и мочевой кислоту при подагре. Значит, растение способствует снижению кровеносного давления. Рекомендуется при повышенной секреции желудочка. Прием лечебных средств из Дубровника способствует повышение аппетита, снимает воспаление при гастрите и избавляет даже от диареи. То есть лечит дезинтерию. Вот такая замечательная трава. И немаловажно, что она во время простудных заболеваний помогает быстро, простудные заболевания облегчаются. То есть в этой траве есть такое чудодейственное свойство, это патагонные свойства. То есть когда вы выпиваете настой, вот эти патагонные вещества, вам помогают все это вывести быстренько. И быстрее выздороветь. Значит, при периметеоризме желудочных поликов Дубровник тонизирует и улучает пищеварение. Очень хорошо, значит, гипертрофия серединки лечит с помощью вот этого порошочка из сухого сырья. Женские заболевания лечит. Нугнойные, как я уже говорила, фрункулы. Вот это вот все, это свежий сок разводят в соотношении 1-2 и прикладывают. Вот такая вещь. Эта травочка замечательная. Итак, сейчас я вам дам несколько рецептов. Значит, отвар из Дубровника 20 грамм степлей и листьев. Заливает одним стаканом кипятка. Она ставится полчаса на водяной бане. Затем средства следует процедить и пить до еды. По 2 столовые ложки. 2-3 раза в день я всегда говорила. И буду говорить, что начинать нужно с маленькой дозы. И обязательно скатываться лично доктором. Далее, я вам говорила, здесь отвар из стеблей и листьев. Здесь второй рецепт я даю надстойкой из цветков. Значит, беру 15 грамм цветков. Заливает одним стаканом кипятка. И в течение 4 часа выдерживает на кипящей водяной бане. После чего охлаждает 45 минут. Простеживает пить. Лекарство рекоменуется. До еды 2 столовые ложечки. 3 раза в день. Можно также делать компрессы, сприцевание и обмывание ран. Вот это еще настойка. И как я говорила, есть дубровник. Вот видите, фиолетовый. Есть дубровник белый. То же самое. Все эти растения полезные. И в той или иной степени они одинаковые. А вот этот дубровник белый, он тоже усиливает аппетит. Значит, успокаивает деятельность желудка. И вот такую успокаивает боль. Значит, если вы встретите белый дубровник, то же самое. Рвите, не стесняйтесь, что называется так. Значит, еще один дубровник белого войлочный. То есть, вот видите, вот здесь вот фиолетовый войлочный. Вот такие вот у него пушистые такие. Это называется войлочный. А то есть дубровник белого войлочный. Значит, и вот у этого дубровника противопоказаний практически нет. Практически нет. Ну, сейчас ниже скажу. Даже беременным дубровник показан для улучшения самочувствия при недомогании. Потому что там находятся эфирные масла, которые оказывают седативное действие. Вот, которые вот эфирные масла, они используются, как я сказала, в парфюмерии. Мыло варенье, мыло добавляют. Ну, и противопоказания. Значит, практически нет. Но при болезнях, серьезных болезнях печени, его лучше не принимать. Принимая любые средства, как всегда я говорю, нужно с осторожностью. Очень осторожно. И компонировать это растение тоже можно. То есть, другие растения, но тоже не так это рьяно, там много добавлять. Одну-две травы. То есть, состав делать, а композицию, ансамбли из трав много не составлять. Один-две травы. Вот, также нельзя употреблять эту траву сверх норм. Да любую траву нельзя употреблять сверх норм. Вот нужно две ложки, значит две сделайте. Начать нужно с минимальных доз. А потом переходить уже на более приближенные нормы, которые рекомендуют. Поэтому, друзья, берегите себя. Не забывайте о лекарственных растениях. Сейчас самый сбор лекарственных растений. Листьев, друзья. Не забывайте про листья. Я в том году в блогах говорила, много-много видео говорила про листьев и разных листьев. Поэтому сейчас самое-самое время собирать листья. Любые листья. Сейчас они цветут. Вот сейчас цветы. Цветут, например, ревина цветет. Вот собираем вот эти листочки. Цветочки. Каштан цветет. Собираем цветы каштана. Очень полезные цветы каштана. Тоже в моих блогах это есть и про каштана. Там я затрагиваю про цветы. Просто раздел полностью нет. О цветах каштана просто. Я затрагиваю тему немного о цветах говорю. Поэтому сейчас просто, что вы видите, собирайте немного. Особенно вот если вам полезна вот эта информация про это растение Дубровник. Для себя вот этот багаж знаний вы получили. И будете... А также, если вы не найдете, вы можете зайти в сеть интернет, заказать. Сейчас очень много трав. И также в аптечной сети вы тоже можете приобрести эту траву. Или заказать. Поэтому, друзья, берегите себя. Никто вам не поможет, как вы себе сами. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Пока-пока. До новых встреч.